Привет, вы смотрите ТОП-7, а я Максим Иксанов. В течение 7 дней я составляю рейтинг всего самого актуального, яркого или просто нужного в Москве. Сегодня никого не удивишь умением фотографировать. Камеры теперь встроены во все возможные устройства. Казалось бы, на чего там? Нажал кнопочку, прицелился и все получилось. Но чтобы ваш кадр стал достоин попасть на московскую фотобиеннале, которая сейчас в самом разгаре, нужно гораздо больше. Например, пройти, как я, курс молодого фотографса. Первое в моем рейтинге место, с которого начинали путь, многие известные фотографы. Поскольку высшее профессиональное образование фотографа отсутствует, наверное, лучшим способом научиться фотографии является, в первую очередь, приход в школу, в Академию фотографии. Правильно? Здравствуйте. Добрый день. А вы зачем здесь около бутылок стоите? Это что такое? Это часть обучения? Ну, вообще, пленочная фотография, она с бутылок началась, потому что она вся строилась на растворах. Сейчас вместо растворов используются растворы для поднятия настроения. Но с новым моделем, естественно, а не фотографом. Как происходит процесс обучения? То есть сначала... Сначала должно у человека появиться желание. Желание, потом теория. Потом теория. Вот здесь, я так понимаю, что теория... Сфера и студия, да, она приспособлена для теории, для съемки. Это и работа студентов, да, вот как раз бутылки действий, да. Прямо напротив аудитория. Это теоретические занятия, да, самые скучные? Они самые необходимые. Добрый день. Добрый день. Владимир. Очень приятно. Первая, вторая ступень академии. Ясно. А сколько примерно длится курс обучения? Курс обучения длится 4 с лишним месяца. То есть сначала теория, потом съемка, потом разбор работ, которые они сделали, да, и дальше опять теория. Без этого невозможно. То есть начинается все с философией шара, окончается философией блины. А двойки ставят? Двое ставят все сами студенты, если они не приносят работы. А вот сейчас что происходит? В данном случае изучают рисунки на лице. То есть если сейчас посмотреть, да, это схема световой треугольник. Иногда ее называют рамбрантовский свет. Можно заглянуть вот к вам? Конечно, не суперудачные фотографии. Можно я моделью поработаю? Я так понимаю, что фотографы должны меняться ролями, правильно? Вообще фотограф должен был быть моделью обязательно. Хорошо, чтобы меня не узнали. Я один на таком вот. Цифровыми камерами сегодня завалены все возможные магазины. Но те, кто относится к фотографии как к искусству, просто обязаны научиться снимать по старинке на пленку. Купить винтажную камеру не так-то просто, поскольку она уже перешла в разряд комиссионного товара. Самый большой выбор, пожалуй, в фотофрейме на Симоновском валу. Да, в принципе, чтобы научиться фотографировать на цифровые носители, ну, большого ума не надо. А чтобы научиться фотографировать по-настоящему на старый добрый пленочный фотоаппарат, нужно как минимум приехать в магазин фотофрейм, найти здесь старую добрую камеру, купить пленку и потом поехать на съемку. А о чем вообще ваш магазин? Ну, в нашем магазине представлена новая техника и комиссионная. Так как сейчас... В основном пленочный. В основном пленочный. Пленочный аппарат сейчас не производится, только цифровой. Поэтому пленочный фотоаппарат можно купить только в комиссионном магазине. То есть, получается, пленка как бы перешла в разряд какого-то... Ну, скажем, уже искусство, уже больше ближе к искусству, конечно. Давайте вот посмотрим вот этот вот аппаратик. А, че-то. Вот он зеркальный, хороший, с хорошими бетевчиками. Он не очень доисторический? Нет, это начало 80-х годов, и стоит хороший зум. То есть, на нее я смогу поснимать хорошую вечернюю Москву красивую. Надо... А, вот здесь надо ее так... Да, вот здесь у меня, как раньше в магазине. Пленочка любая на выбор. Ну, давайте попробуем, наверное, с кодека. Ну, ладно, я поехал на съемку. Вооружившись камерой и пройдя минимальную арт-подготовку, начинающим фотографам не рекомендуется прицеливаться к хорошей натуре самостоятельно. По неопытности можете и промахнуться. Лучше всего пройти курсы, например, в ночной школе фотографии. Опытные учителя обязательно покажут фокус и раскроют диафрагму. Ой, я забыл крышку с объектива снять. Не очень я пока еще фотограф, но я уже готов к занятию в ночной школе фотографии. Пойдемте подойдем, узнаем, чем сейчас занимаются. Доброй ночи. Я правильно попал на курсы ночной фотографии, правильно? Да, все правильно, здравствуйте. А чем вы сейчас тут занимаетесь? Ну, мы, собственно, готовимся к началу мастер-класса по ночной подсъемке. Ага. В том числе съемки ночного портрета. Сейчас мы будем снимать на длинные выдержки, подсвечивая Марию светокистью. Значит, Евгений, опуская руку, начинайте работу. Сейчас, прошу заметить, видите, Марию обрисовывают как бы фонариком, потом не будет видно человека с фонариком в руках, а получится очень красивый кадр. Вот, практически, уже готово. Без всяких сушек. Все. Подмашки, не двигаемся. Понял. Поехали. Ну, и что у нас получилось? Дориангрей, практически. Что получилось? Вау, смотрите-ка. Красиво, красиво, да. Подождите меня. И вот сейчас мы берем вот этот вот, собственно, кадр и пытаемся снять его с рук. То есть, когда нам нужно повернуть, мы двигаем весь корпус. Жесткая-жесткая сцепка. Жесткая сцепка произошла. Сейчас будет первый выстрел. Вот, вот, вот. Для тех, кто в молодости не застал пленочных камер, может показаться диким, что отснятый материал нужно вынимать в темноте, долго купать в странных ванночках и сушить на веревке. Такие места, как фотоформат, восполнят утраченное и научат, как печатать снимки дедовскими методами. Так, это был последний кадр на моей лейке. Сейчас мы приехали в клуб фотоформат, где можно получить практическое занятие по проявке пленки. Пойдем попробуем научиться этому непростому делу. Александра, здравствуйте, извините, что отвлекаю. Здравствуйте. А чем вы занимаетесь тут? Я рассматриваю свой последний негатив. Смотрю в луку, насколько хороший он получился. Мне очень важно, я хочу стать настоящим профессионалом. Мне нужно проявить пленку, я тут вчера нащелкал, я не уверен, конечно, что это что-то хорошее получилось. Ну, поможете мне? Ну, разумеется. Так, о. Замечательно. Доставайте с кассеты, мы ее будем в темноте. Выключаем? Выключаем. Мамочке так темно и страшно. Ну, судя по звуку, все идет хорошо. Я так чувствую, да. Все. Зарядили? Зарядили. Зарядили. Да будет свет. Ну что, у нас пленка в бачке. И мы теперь можем смело... Начать химичить. Да, начать химичить и залить проявитель. Да. Мы сейчас сливаем воду, пленка наша проявилась, отфиксировалась, промылась. И сейчас мы достанем, посмотрим, что же у нас получилось. Так, я включил красный свет. Мы сейчас занимаемся печатью непосредственно, да? Да. Мы ставили негатив в рамку и включаем таймер. Все. Теперь... Дальше наша бумага идет в проявитель. Ой, вот он, мой шедевр. Наш отпечаток отфиксировался, и мы его бросаем в промывку. Это же мой шедевр. В проточную воду. Какая красота. Мне кажется, что у меня есть талант, и завтра на выставке я, может быть, даже не облажаюсь. Безусловно. Вообще. Какая экспозиция, какой свет... Какая композиция. И композиция в том числе. Сегодня поделиться фотографией с миром несложно. Достаточно выставить ее в социальной сети. Но для настоящего фотохудожника итог работы – это выставка. В школе фотоплей после окончания учебы у каждого есть шанс получить свою минуту славы. Так, вот мы и добрались до школы современной фотографии фотоплей. Вот мои фотографии. Они еще пахнут свежей печатью. И это то самое место, где молодые фотохудожники могут впервые в жизни выставиться. Но я не собираюсь здесь просто так выставляться. Как говорится, не продается вдохновение, но можно фоточку продать. Так что я собираюсь что-нибудь заработать. Например, вот за эту фотографию, мне кажется, как минимум 500 рублей нужно выручать. Нет, ну это, конечно, должно стоить 5000 рублей. Но начнем с малого. Это же моя первая выставка. Так, пусть будет висеть здесь. Вот так вот. Красота. 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 Что-то зритель не идет. Придется их сюда силой заманивать. Здрасте. А у нас там выставка по соседству происходит. А можно вас попросить зайти хотя бы на секундочку посмотреть на фотографии? Я старался, делал. Хорошо. Да? Давайте, конечно, зайду. Пойдемте. Отлично. Может быть, мне купят мои работы? Вот моя выставка. Я фотографировал Московский дом музыки. С длинной выдержкой. Вот. Ну, может быть, я не очень хороший фотограф, но мне просто интересно мнение людей. Что скажете? Не переживайте. Конечно. Нормально, сойдет. Отлично. У меня уже появился первый поклонник моего творчества. Пока идет моя выставка, я решил посмотреть, чем еще занимается в школе фото-плей. Здесь за 4 месяца можно научиться различным курсам фотографии. Вот сейчас, в частности, мы зайдем. Здесь происходит экзамен, так называемый, контрольная работа. Так, ну какая? Я давайте вам самую лучшую фотографию. Вот эту. Да. Да? И роспись. На память кому? Аде. Аде. На память. Когда-нибудь она будет стоить не 100 рублей, как сейчас, а 10 тысяч рублей. Спасибо. Пожалуйста. Следующий. Вы смотрели ТОП-7. С вами был Максим Иксанов. Счастливо. Спасибо.